Разбор полетов или кому не хватает воздуха. Полетели, так говорят о лечении пациента отделения баротерапии в областной больнице. Это профилактика разных заболеваний в барокамере. Она подходила для многих. Однако недавно прошел слух, что ее закрывают. Люди забили тревогу. Стоит отметить, что в Оренбурге барокамеры всего две и лечение было абсолютно бесплатным для всех. Ольга Аксенова выясняла, обоснованы ли опасения людей и пора ли бить во все колокола. Говорят, что хотят закрывать нашу барокамеру. Хотя вот у меня ребенок старший лечится от поленоза уже на протяжении 8 лет. Когда мы сюда пришли, ему было 4,5 года. Очень тяжело проходило заболевание. У нас ребенок отекал, не мог дышать. 14-летний Антон в барокамере лечится уже 8 лет. Говорит, после курса так называемых полетов чувствует себя прекрасно. А вот Ольга Мавлюкова своих детей. У нее двойняшки привела сюда совсем недавно. Им по 4, но за эти годы девочки уже успели натерпеться. У нас пневмония, бронхит и простудные заболевания постоянно. Вирусные. Конечно, конечно, полегче. Мы после барокамеры уже практически мало болеем. Людей, желающих вылечить своих детей или же самих себя, сотни. Все происходит в этом помещении, который на вид напоминает самолет. Там и принцип похожий. Суть барокамеры в том, что внутри имитация высоты от 1000 до 3500 метров. Что там сейчас происходит? Сейчас происходит отсутствие воздуха из барокамеры. Понижается давление внутри камеры. В барокамере 10 мест. Один курс состоит из 20 полетов. Лечение происходит, когда организму недостает кислорода. Он начинает вырабатывать иммунитет. И это своего рода тренировка для человека, говорит заведующее отделением. Аллергических заболеваний, таких заболеваний, как бронхиальная астма, аллергодерматозы, полинозы и, кроме всего прочего, вегетососудистых дистоний, начальной стадии гипертонии и даже бесплодия. Несмотря на полезность барокамеры, еще в прошлом году начался, так сказать, разбор полетов. У отделения забрали второй этаж. Что тут будет еще? Расскажите. Кафе, бар ли или какое-то увеселительное учреждение, которое будет приносить реальный доход областной больницы. Слухи оказались правдой. Метод нестандартный, поэтому и финансирование из бюджета на отделение баротерапии не выделяют. Он не является тем методом, который является гарантированным методом для оказания бесплатной помощи. Сейчас прорабатываем внутри больницы. Пока решения окончательного нет. Этот вопрос мы будем прорабатывать еще и спрашивать разрешение о реструктуризации этого отделения с Министерством здравоохранения. Даже если удастся барокамеру сохранить, теперь за лечение придется платить. Причем счет пойдет, видимо, на тысячи рублей. Будущее этого нестандартного метода лечения должно решиться в течение трех месяцев. Кроме того, заместитель главного врача Светлана Борисюк заверила, что персонал отделения, которое расформируют, без работы не останется. Врачей обязательно распределят по другим отделениям. Продолжение следует...